Это в более широком прикреплении. Когда я говорю секс, это было говорить взаимодействие между двумя. Кстати, кто говорил, что я у вас обещал говорить про секс, про секс тоже будет. Я уже употребил три раза, да? В качестве рекламы было уже? Хорошо. Дай мне немножечко дали. Ага. Так все интересно. Да, постараемся опять же выделить вот эти черты игры, мы подытожим кое-что. То есть мы говорили, что игра у нас является проявлением воли своего я, потому что через интерактивность реализует свободу выбора. Она связана с обязательным процессом получения удовольствия. Хотя, в принципе, это тоже интересный момент. Мы с друзьями и в некоторые проекты, мы смотрели и приходили к выводу, что если в некоторых проектах заставлять людей играть, это можно использовать в качестве наказания. Например, заключенных в колонии некоторыми игровыми продукциями можно пытать. Но здесь в чем интересный подход? Является ли этот продукт игрой тогда, мы спросим, правда? То есть если игра не связана с получением удовольствия, а используется в качестве наказания, или не приносит удовольствие, это не является игрой. То есть по умолчанию мы считаем, что игра то, что приносит удовольствие. И процесс происходит в некотором пространстве, в игровом состоянии. Опять же, если мы не будем считать, что игра это нечто, что проходит в игровом состоянии, то мы под эти определения можем подписать достаточно много вещей. Ну, например, тот же секс, да, то есть он и является, и проявление какой-то интерактивности, потому что партнеры влияют друг другу, взаимодействуют, и удовольствие получается, но как бы нет игрового состояния, а там какое-то другое сексуальное состояние, правильно? Следовательно, у нас игра должна иметь все эти три составляющие. Что такое игровое состояние, немножечко тоже. Взятое из интернета обычная формулировка обычных людей, которая достаточно хорошо отражает вот это состояние, говорится, состояние, при котором ничего не думаешь, ничего не чувствуешь, какое-то онемение, при котором волнение заботы исчезают, трудности забываются. То есть вот это как бы фактически ключевое понимание к тому, что дает игра человеку. Это понимание, при котором человек играет для того, чтобы уйти из проблемного пространства. То есть в тот момент, когда человек начинает играть, попадает в это пространство, да, то есть игра представляет собой уход и заботы, выходы из проблемного пространства, то у него останавливается как бы диалог. Диалог с проблемами, диалог, внутренний диалог с реальностью. Ну, в психологии внутренний диалог это как бы беспрерывный диалог, который человек внутри ведет сам собой. То есть я сильно не буду такая же улыбляться, чтобы вас нас сильно нагрузить, но потом, как хочется. И как с лекцией такого, это моя вот точка зрения, я считаю, что смещение такое восприятие позволяет игре являться механизмом авторизации человека, проводящим его, то есть от постоянного влияния на майнику. Кто читал «Зелон» тоже? Или «Семарон»? Знаешь, кто-то знает, да? Но я попозже немножко расскажу. Хорошо. То есть немножечко, что такое. Значит, опять же, точка зрения моя, что игра – это защитная, врожденная функция человека, задача которой – снижать важность человека и важность окружающего мира самого человека. Несерьезность при этом игры освобождает человека от необходимости с мира. И, следовательно, высвободившаяся энергия, израссовывается на самореализацию человека, на исполнение его желаний. Ну вот, как бы, это вот мое уже определение, нужно использовать это, по-прочему. С точки зрения, как бы, психологии. Можно сказать, моей психологии тоже понравится. Значит, второе, еще пункт, опять же, добавляю, что когда человек находится в верном состоянии, то играет, является формой наслаждения бесконечным на образе Вселенной. Или на образе проявлений Бога. С этой точки зрения, я вообще хочу сказать, ну, как бы, это очень часто происходит в некоторых определенных видах игр. В такой момент встречается, вы можете узнать и игры, которые связаны с ритмом. Скажем, игры, там, три в ряд, да? Мы сидим, беспрерывно делаем какое-то действие, входим в ритм, и хотя мы перебираем те же самые элементы, у нас из-за комбинационности игры и возникновения разных ситуаций мы получаем удовольствие. Одна из причин того, что это игра нареза человека. Этот же ритм позволяет уходить из пространства проблем, человек авторизируется, следовательно, ему такой механизм нужен, как защита против его проблем. Значит, опять же, про детскую немножко повторю, что детская игра является не эгрегором, не маятиком, в ней присутствует авторский полет, это уже немножко психологически некоторых слов, то есть все мороженство знают, как средство самовыражения и познания, удовольствия, и правильные игры занимаются детской. Значит, мысль, некоторые пункты оттуда я расшифрую попозже, кое-какие, а мысль о том, что эти игры, или какие игры правильные, ну я бы как бы, то есть меня тоже спрашивают, почему ты делишь игры правильные и неправильные, или что такое правильные игры? Я скажу сразу, правильные игры, это игры, которые я считаю, что они правильные. Классно, да? То есть определение, в принципе, такое, я неправильные, потому что они хорошие. Я говорю, а почему они хорошие? Я говорю, потому что правильные. И определить, что это есть, я скажу сразу, если они отвечают каким-то набором характеристик, каким-то набором характеристик, которые раньше уже описывались мной, или будут описаны больше перед тем. Ну вот, если игры стремятся к тому, что вот называется детская игрой, а детская игра, это игра, в которую играют дети с самого рождения, несомненные еще влиянием пространства, общества, то такая игра, можно сказать, стремится правильной. Игра, которая авторизирует, которая не является эгергором, которая приносит удовольствие, которая позволяет самовыражаться, познавать себя, или в окружающем мире является правильной. Так, эгергори, хорошо, немножечко теперь про эгергоров пройдем, эгрегором, я ошибаюсь, или мы в этом слове, тоже расскажу. Немножко, кто услышал их с утра в 2003-м? Был? Нет? Слышал? Хорошо. Я тогда немножко попользуюсь случаем. Вообще классно, когда человек один бьет, рассказывает что-то людям, а потом люди все это уже проходят пару лет, их все забывают, можно этим воспользоваться еще раз рассказать и собрать все лавры себе. Вот теперь сейчас у меня будет классный случай, если что, говорите, что самих сон, ты уже знаешь, да? Но, наоборот, очень старый мой друг, ну что, он никому не скажет. Окей. Значит, правильный эгергоры. Большой, сгусток поляризованной энергии, который создается мыслями, одновременно думающих про это людей. То есть люди, которые думают, они создают некоторую сущность, энергоинформационную структуру, которая выделяется как отдельный объект, как отдельная квась-интеллектуальная сущность, то есть сущность из мира тонких миров, более тонкой материи, чем в обычном мире, которая начинает жить самостоятельной жизнью. Эгергоры для жизни должны получать энергию поляризации того же торсионного поля, торсионного поля, для которого были созданы. Про торсионные поля я сильно не буду рассказывать, потому что какое-то время ими учетные занимались, и периоды с 89-х, а до 90-х про них что-то рассказывало. Потом их засекретили и в России, и в США. То есть я так подозреваю, то есть это как бы правда, но в принципе это поля, которые вызываются возмущением пространства. То есть поля, которые вызываются возмущением пространства, а также торсионные поля представляют собой материальные объекты для передачи мыслей и управлениями с помощью передачи мыслей. То есть это как бы все сложно, поэтому это все засекретили, чтобы не использовали, но во вред или наоборот кто-то хочет это использовать, а другие не рассказывают. Значит, при недостатке внешней энергии, как ни странно, эгрегоры способны привлекать источники к себе такой вот энергии, то есть они вынуждают, влияют на других людей или формируют события таким образом, чтобы получать как бы эту дополнительную энергию. Эгрегоры, так же выяснилось, могут читать мысли людей, могут сформировать события, у них есть свои фавориты, они выделяют людей, которые есть источниками или родоначальниками этих эгрего, как фавориты, то есть люди, которые, например, развивают игру, тоже являются фаворитами, и помогают им всячески накачивать себя. То есть каждый эгрегор пытается накачаться энергией. Это как бы такая природа этих образований. То есть все маятники поэтому... Маятник это другое название, которое сейчас сделано и используют. И еще как психологи, эзотерики используют это название. Это более продвинутое название эгрегора, там есть небольшие нюансы и различия. Ну как бы эгрегор более старое название, которое старых психологических, хмических мышек использовалось. Маятник более новая психология используется. Значит, все маятники деструктивные, то есть по природе все устроены так, что они выкачивают другие энергии. То есть нас с вами выкачивают постоянную энергию в маятнике. А игра является тоже маятником. То есть вы сами понимаете, что игры нас выкачивают в энергии, но другого образа нет, потому что вообще весь мир устроен таким образом, что все вокруг, всякие процессы, они построены как билицию маятников. И люди рано или поздно попадают в такие влияния, поэтому как бы здесь от самого человека зависит, с какими маятниками мы можем шагать, с чем участвовать, под какое влияние попадать и насколько сильно. Ну а...